Это была не просто война. Это боль и трагедия целого народа. Миллионов людей, тысяч городов и сел. Не было ни одного дома, куда бы ни постучалась беда. В один миг перестал существовать привычный мир. Рухнули надежды и мечты. Оставалась только вера. Вера в то, что великая держава непременно сразится с врагом и обязательно победит всем смертям на зло. Школу я закончил в 1941 году. Причем выпускной бал был устроен в Орловском лесу. Оттуда возвращались, нам сказали, что началась война. И мы всем классом, военкомат, заявления и стали принадлежать государству с того дня. Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, Проклятою орной. Пусть ярость благородная Снимает, как волония Война народная, Священная война. О Сталинградской битве сказано и написано немало. Но только участники тех страшных сражений знают, Что там было на самом деле. Кровопролитные бои продолжались с июля 1942 по февраль 1943. В ходе военных действий Битва за Сталинград стала переломным моментом, После поражения, в которой Враг окончательно потерял стратегическую инициативу. Но только по приблизительным подсчетам Обе стороны во время сражения потеряли более двух миллионов человек. Однако для Советского Союза победа в Сталинграде Стала началом освобождения страны, А также оккупированных территорий Европы, Приведшей к окончательному поражению Третьего рейха в 1945 году. Но до победы было еще далеко. Так, нашу машину подбили, Мне от уха до сих пор перепонки, Как моюсь мылом, так аж сюда мыло попадает. Но слышу. Но кинулись. Двух машин наших нет. Они двинулись дальше. А снег и траки видны. Сидим, значит, четверо, Один не слышит, другой голова не перестала вертеться. После долгого просмотра говорим, Это следы нашей 34-ки. Немецкие Т-30 тоже следы были, Но они чуть отличались для знающего человека. Приходим, и где-то метров через 500-600-400 Дымящий танк. Подошли, уже танк согревал, Открытый, люк открытый, И там сидит танкист за штурвалом вот такой вот, Весь черный, Но танкист вот такого размера, сгоревший. Летом 1942 года беда пришла и на Ставрополье. После поражения под Москвой Гитлеровское командование решило разгромить советские войска на юге, Овладеть районами Кавказа, Выйти к Волге, Захватить Сталинград, Астрахань И тем самым создать условия для уничтожения СССР как государство. Планируя захват Кавказа и Волги, Враги стремились лишить Советский Союз Пути и сообщения с союзниками через Кавказ. Наступление немецко-фашистских войск Началось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника Советские войска были вынуждены отходить на юг и юго-восток. 3 августа враг ворвался в Ставрополь. Вчерашние дети моментально повзрослели. Детство оборвалось неожиданно. Именно вот оккупация города, да, вот настолько у меня в памяти врезалось, все-таки мне было 7 лет, там, 7-8, да, и это самое, буквально в 2 дня вот оккупировали город. И началась бомбежка города. Вот там я, это 42-й год, август месяц, вот я увидела войну. А так, знаешь, ну, 7 лет, 8 лет, тогда все-таки дети были не такие развитые, как сейчас, да. Как-то не ощущалось. Папу проводили сразу первые дни войны, и как-то они это самое, не ощущалось. А вот, значит, вот 2-го или 1-го августа, вот когда первая бомбежка началась, я увидела эту войну. Прям полыхала нефтебаза внизу города, полыхала, потому что налет был на город. И мы, конечно, скорее-скорее спустились, никуда не это самое, и там во дворах этого здания, Крайкомовского, были эти траншеи, или как не траншеи, а как бомбубежище. Вот мы там просидели, и были газ, газ-24, не помню. Ну, в общем, короче говоря, такие небольшие полуты. И мы 3-го числа уехали из города. И как раз уже последние девочки, как сейчас вот помню, вы знаете, уже последние части воинские отходили, а у нас вот там за городом заглохла машина. Карбюратор, значит, это самое, отказал, и заглохла машина. И подходит офицер последнего отряда. Да бросай, давай, бери ребенка, давай. А с нами ехал сопровождающий еще мужчина. Бери ребенка, давай садись в нашу повозку, и, значит, давай с нами отходить. И, вы знаете, вот счастье какое-то. Завелась эта машина, карбюратор прочистили, и мы обогнали всех, и нашли свою колонну, вот Крайкомовская колонна, которая, и где-то под Хасавюртом, вот там я тоже второй раз ощутила войну. Такая была бомбежка, такая бомбежка, видимо, предательство было, как там говорили. Вот страшно, я не знаю, как мы остались живы, и наутро нас отправили до этого Махачкала, там же ближайшая, да, на этот самый, на пароход, и Валмата. Лозунг «Все для фронта, все для победы» звучал в те годы, как молитва. Победа – это единственное, что было нужно, и вопрос цены ни для кого не стоял. «Когда-нибудь мы вспомним это и не повериться самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все в бессиленном, сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.